Доброго дня, желаем всем тем, кто смотрит телеканал Самара Гиз, это универсальный формат, с вами Юлия Чернеева. Ну что ж, хорошая погода, хорошее настроение и сейчас может быть кто-то из тех самых замечательных людей, чью пору мы вспоминаем с лихвой, с такими ностальгическими нотками, я говорю про студентов, смотрит нас в эфире, а может быть вы студент будущий, а может быть вы в прошлом студент, хотя прошлых студентов не бывает, как говорится, все так или иначе мы связаны с учебой в течение всей жизни. В общем, тема у нас сегодня студенческая, подводим итоги конкурса студент года 2015. Понятно, что всех победителей в разных номинациях мы не можем пригласить в студию, но организаторы выбрали, я так поняла, лучших из лучших, вот о них сегодня поговорим. Ну и конечно же хочется вам тоже сегодня задать тему для нашего традиционного интерактива в прямом эфире. Расскажите какую-нибудь студенческую байку, с вами ли она произошла или нет, может быть выдуманная, а может быть действительно случилось и главные действующие лица как раз таки может быть даже и вспомнят об этом. На кону у нас замечательные призы, это пригласительные билеты на концерты и даже сертификат на квест-игру, что в принципе тоже может хорошим подспорьем быть для приятной компании. Ну в общем, ждем от вас студенческие байки. Было или не было, будем выяснять на месте. Телефон 202-11-22. Ну а для того, чтобы вам понять, о чем мы сегодня будем говорить, предлагаю посмотреть сюжет о минувшем празднике, день студента, точнее итоги года студент 2015. В общем, смотрим, наслаждаемся и себя узнаем. Гимн студенчества для лучших студентов региона. Четвертый год подряд в губернии награждают самых талантливых представителей молодежи. 10 номинаций, 10 направлений деятельности. Наука, творчество, волонтерство, спорт. Первые лица области и города уверены, именно за такой молодежью будущее. Мы многие специальности поддерживаем. У нас много стипендий разного рода доплачиваем. И это мы будем делать и дальше, и более того. Будем увеличивать и гранты, и премии, и стипендии тем студентам, которые будут добиваться результатов. Самарское студенчество традиционно славилось своим энтузиазмом, своей целестремленностью, своими, если хотите сказать, амбициями. Вы активно работаете в сфере IT и медицины. Вы делаете спутники. Вы участвуете в охране общественного порядка. Мы приветствуем ваше начинание. Конкурс студент года становится все популярнее. В этот раз жюри получило почти 300 заявок. Главная номинация и интрига конкурса, конечно, гран-при. Особенно почетно получить награду из рук губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Данилина Елена Васильевна. Елена Данилина учится в Самарском экономическом университете. Одновременно получает два высших образования. Рассказывает все свое время, а посвящает общественной, научной и волонтерской деятельности, за что не раз получала высокие награды. В этом году на Парад Победы я была послом Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы. Ездила в Москву на Парад на Красной площади, идти в Бессмертном полку в одном ряду с Владимиром Владимировичем Путиным. И считаю, что это огромная честь, которая была мне оказана от Самарской области. В этом году конкурс стал региональным этапом Российской национальной премии «Студент года-2015». А значит, самарские студенты будут представлять регион уже на федеральном уровне. Ну что, напоминаю еще раз, телефон прямого эфира 202-11-22. Если вы были на этом празднике, если вы победитель, может быть, вы номинант, поделитесь своими эмоциями, расскажите нам, позвоните. Передавайте привет всем тем, кто здесь сейчас сидит, может быть, хочется чего-то сказать, поздравить. Ну и ждем от вас традиционно байки какие-нибудь интересные, студенческие. На кону у нас сертификат на квест-игру на вашем празднике от Quest Time, а также билет на концерт Юрия Самарского при участии эстрадного оркестра Марка Когана 16 сентября в филармонии. Ну что, время приветствовать наших гостей. Давайте знакомиться с нами здесь директор Самарского дома молодежи, исполнительный директор конкурса «Студент года» Сергей Бурцев. Сергей, здравствуйте. С нами здесь победительница конкурса «Студент года 2015» в номинации «Доброволец года» студентка СамГУПС Анастасия Попова. Здравствуйте. И победительница конкурса «Студент года 2015» в номинации «Гран-при» студентка СГЭО Елена Данилина. Здравствуйте. Как со сцены? Елена Васильевна, мы уже выяснили. Сергей, ну хочется фактов мне. Вот в этом году не присутствовала на самой церемонии, о чем, сожалею, конечно, но не всегда получается ввиду работы. Хочется каких-то фактов, данных. Как все прошло, расскажите. Ну, на мой взгляд, церемония удалась. И в целом конкурс в этом году, опять-таки, растет. Конкурс усовершенствуется. Конкурсу 4 года. И зародился он в 2012 году только лишь как конкурс в городском округе Самара. Участвовали только вузы. Но уже со следующего года, с 2013 года, конкурс становится региональным. И кроме высших учебных заведений присоединяются учреждения профессионального образования, проще говоря, СУЗы. И вот в этом году мне хотелось бы обратить внимание, что активность учреждений профессионального образования очень сильно возросла. У нас порядка одной трети всех заявок – это заявки от студентов среднеспециальных учебных заведений. У нас выросло количество СУЗов, которые теперь принимают участие. Это 43 учреждения профессионального образования со всей Самарской области. На самом деле у нас растет география. То есть к нам в этом году, кроме традиционных городов, присоединился и Хворостянский район. Это Хворостянский государственный техникум подавал свои заявки. Всего на конкурс 276 заявок, если быть точным, было направлено. И по ряду номинаций, на мой взгляд, конкурс гораздо выше, чем даже, наверное, в Московский государственный университет. Что за номинации? Ну, например, традиционными популярностью пользуются номинации «Интеллект года». Традиционно очень высокое количество заявок, безусловно, жюри отсматривают в номинации «Гран-при». Очень в этом году подросло количество заявок в творческих номинациях. Это лучшая студенческая творческая личность и творческий коллектив года. Ну и отдельно я бы хотел обратить внимание, что в этом году у нас появилась новая номинация. Это «Доброволец года». И она в этом году впервые у нас присуждалась на конкурсе. И сразу на нее было подано более 30 заявок. Но у нас добровольческое движение в Самаре хорошо развивается. На самом деле это здорово, и мы провели и принимали участие наши добровольцы во всех крупнейших международных мероприятиях. Это и универсиады в Казани, это олимпийские и паралимпийские игры в Сочи. Наши добровольцы туда ездили. Сейчас мы уже начинаем активно готовиться к чемпионату мира по футболу. У нас на базе Самарского дома молодежи в этом году сформирован городской волонтерский центр, задача которого консолидировать и объединять усилия городских и областных молодежных организаций, движений, занимающихся добровольчеством, которых в Самаре на самом деле достаточно много. У нас успешно работает школьная лига волонтеров, которая опять-таки с нами взаимодействует. Поэтому мы и решили в этом году данную номинацию в конкурс вести. И не прогадали, потому что популярность была сумасшедшая. Еще одна тонкость этого года. У нас впервые за три года жюри воспользовалось своим правом. Каждый год у жюри есть право учредить какую-то специальную номинацию. Так, в этом году что же это интересно было? Но до этого, да. До этого как-то обходились. В этом году жюри учредило специальную номинацию конкурса за верность, собственно, своему пути. Здесь пять ребят получили специальный приз. Это памятный подарок от начальника Куйбышевской железной дороги. Куйбышевская железная дорога – крупнейший работодатель Самарской области. Поэтому в партнерстве с ними жюри учредило такой конкурс. И здесь победили ребята, которые выбрали себе определенный путь, свои задачи, к нему очень четко стремятся. И на самом деле это те ребята, которые тоже, по мнению в целом всего жюри конкурса, со всех номинаций, они показали очень высокий и достойный уровень именно в стремлении к своему выбранному пути в науке, в профессии, в своем творческом ходе. Да, разве они не все такие? На самом деле они все такие, безусловно. У нас плохих номинантов нет. И все участники, все ребята, которые подавались на конкурсы, 276 человек и студенческих объединений, они все достойны победы. Просто кто-то чуть-чуть сильнее, кто-то чуть-чуть слабее. Не даст соврать, у нас итоговое заседание жюри длилось около трех часов. С перерывами на драке, я надеюсь, нет? Взвешивали все жюри плюсы и минусы. И на самом деле это достаточно сложная работа. А вообще у нас жюри в течение трех недель отсматривало огромные вот такие портфолио лауреатов. И все это внимательно смотрели, ставили баллы. Потом пересматривали. На самом деле это очень сложная работа. Я очень благодарен всем нашим членам жюри. Хочу в прямом эфире поблагодарить всех членов жюри, которые у нас участвовали в данном мероприятии. Ну и, собственно говоря, на мой взгляд, сама церемония удалась. Но я думаю, что, может быть, девчонки об этом поподробнее. Пока Сергей вспоминает свою студенческую байку, Сергей, я надеюсь, что вы нас порадуете. Я еще раз напомню, телефон прямого эфира 202-11-22. Подводим сегодня итоги замечательного такого мероприятия, замечательной премии, грандиозной, которая готовится целый год. Студент года 2015. Ждем от вас какие-то, может быть, интересные студенческие байки. С вами или не с вами, с родителями, с кем происходило, что-то такое интересное, звоните. Ну, прилично, естественно, в рамках прямого эфира будем слушать с большим удовольствием. Ну, давайте перейдем, наверное, раз уж мы так хорошо говорили про волонтерство и вообще, как бы, замечательные добровольцы у нас живут в Самаре. Вот, пожалуйста, Анастасия Попова, победительница номинации «Добровольцы года». Настя, ну, расскажите что-нибудь про себя вообще как-нибудь, представьте себя, чтобы мы хотя бы что-то интересное узнали. Ну, я студентка Самарского государственного университета по телесообщению. Волонтерством занимаюсь, ну, четвертый год, то есть первого курса. Как пришла, волонтерство меня вовлекло в Центр социальных проектов, квест-игра, который знакомил меня с городом. Я познакомилась с добровольчеством. И началась вот такая моя волонтерская деятельность. И первое мероприятие, которое крупное, это была универсиада. Оттуда все пошло, подготовка. Я была региональным рекрутером к универсиаде. И вот с октября 2012 года все закипело, все полезлось и до сих пор льется. Кто такие добровольцы, если так вот теоретически подойди к вопросу? Ну, доброволец, я считаю, что это просто стиль жизни. Это в крови, это в душе. Нет какого-то определения, но это я так считаю. Ты либо доброволец, либо нет. Не обязательно участвовать в каких-то крупных мероприятиях или не крупных. Ты можешь просто идти и помогать на улице бабушке, дедушке. Может быть, глупый пример, но все же. Мы поехали отдыхать летом на море. Люди там отдыхают. Нужны были волонтеры в другом городе на хоккей. Мы пошли со своими ребятами, со своим университетом. Ну, как бы, то есть, это стиль жизни, это не вот какой-то погоня за какой-то, может быть, формой. Это не мешает, я знаю, учебе, кто-то ведь работает еще. Как на все это время найти? Надо правильно распределять свое время, тайм-менеджмент. Я и работаю, и учусь, и пока отлично учусь, слава богу. Ну, и каковы вот эти вот эмоции? Какой раз принимаешь участие в конкурсе? Второй год. В том году была первый раз, и в этом году второй. Ну, и какие успехи в прошлом году? В прошлом году я была лауреатом в номинации «Студенческий лидер вуза». В этом году победителем в номинации «Доброволец». Ну, и как ощущения, когда вызывают на сцену? Ну, в этом году уже поспокойнее, потому что все непередаваемые ощущения были в том году, потому что первый раз. В этом году уже поспокойнее, уже спокойно стоишь, ждешь, когда назовут этого победителя. Ну, конечно, когда назвали меня, это было, не знаю, для меня шоком, наверное. Не знаю, может быть, у меня не было каких-то эмоций, но они были в глубине, потому что я не ожидала. Ну, честно, я не ожидала. Ну, как долго готовилась, я не знаю, готовила это портфолио, подавала это все? На самом деле была сессия в этот момент, и было очень весело, потому что надо сдавать экзамены, тут еще портфолио, и хочется сделать. И все вот так вот вместе, причем там еще было мероприятие у нас областное, отчизны верные сыны, то есть еще нужно было на мероприятие ехать, и все как-то вместе сразу, не знаю, как-то все вот сумбурно было. Да, но мне нравится это, мне нравится вот так вот все, когда в движении, чтобы не застойно было, в ритме в таком. Ну, а учиться-то у тебя хватает времени? Да, достаточно, то есть занятия не пропускаю, все отлично, все хорошо. Ну, если говорить про студенческую жизнь, вот я сегодня собираю байки со всех, есть какая-нибудь такая интересная? Думаем. Я пока передаю слово, да, нашей замечательной гости Елене Данилиной, она взяла номинацию Гран-при. Елена, ну, тоже, да, наверное, сюрприз невероятный, когда назвали имя, вот сейчас мы видели этот фрагмент. Каково это, вот тот самый путь твой был, как это происходило? Ну, в конкурсе «Студент года» я участвую первый раз, ну, вообще моя научная жизнь началась еще со школы, там я начала участвовать в конференциях, мероприятиях, тогда я в 11 классе поехала в Москву, получила президентскую премию. Это в какой сфере деятельности, в какой направлении? Я писала научную статью и участвовала в конференции вот в Москве. В каком предмету или по управлению? По обществознанию право юриспруденции. А где, вот, получается, ты вот учишься в экономическом, да, университете, право юриспруденции тебе как-то пригодились? Я получаю, да, два высших образования, первое экономическое, с второго курса я не выдержала и пошла еще и на юридическое. Времени, человек, им мало, так, хватает. Вот, ну и потом стала более интересна и общественная жизнь, волонтерская. На третьем курсе меня захватил также Центр социальных проектов Юлия и Сергей. Вовлекли меня в такую добровольческую деятельность, которая до сих пор в моем сердце, скажем так. Вот. Но вообще я считаю, что лучший отдых — это вообще смена деятельности, поэтому чем больше направлений захватываешь, тем тебе проще самой. Ты концентрируешь внимание на разных вещах и тем самым получаешь удовлетворение, отдых. Ты сейчас на каком курсе учишься? Перешла на четвертый курс. На четвертый курс, то есть впереди практически так два года, а потом уже все определятся. И какие планы? Еще одно высшее образование? Ну, вообще моя мама говорит, что я не перестану учиться. Конечно. Но на самом деле, да, дальше я хотела бы пойти в магистратуру, но параллельно работать. Вот. Но сейчас я работаю у себя в университете, в управлении специальных проектов. Вот. Но дальше я хочу пойти по специальности экономической. Возможно, совмещать как-то с юридической, но общественной жизни, думаю, будет также занимать большую часть моей жизни. Ну вот знала ли ты, сколько человек участвует в номинации Гран-при еще помимо тебя? Кого ты еще? Ты знаешь из них? Да, я знаю. Настя Софьина, прознакома Ваня. На самом деле, я очень долго сомневалась, подавать мне или нет вообще в эту номинацию. Уговорили, на самом деле, родные и близкие, потому что подавала в три номинации. Очень долго собирала портфолио, потому что был форум Иволга, на котором я была в качестве организатора культурно-спортивной службы. Вот. И времени оставалось совсем мало. Когда я приехала, пыталась снимать видеоролик, монтировать первый раз. Вот. Но с трудностями, с преодолениями удалось. И слава Богу. Ну я вот эмоции еще спрашиваю сегодня. Настя уже поделилась. Да невероятно. Я сидела, у меня все внутри бабочки в животе. Не ожидала. Было очень волнительно вообще подниматься на сцену, стоять с губернатором. А когда он называл мое имя, я даже сначала не верила. Подумала, что это мерещится. Ошибка? Как это может быть ошибка, если ты так хотела, так долго к этому ушла? Да, на самом деле, очень мечтала, надеялась, верила. Ну вот ребята получают какие-то номинации и так далее. А призы какие-то они получают? Вот что-то есть приятное на память? Я вот уже третий год комментирую итоги конкурса. На самом деле, на мой взгляд, и ребята с этим зачастую соглашаются, мы общаемся с победителями. Ну, главный приз, это главная награда, это возможность выйти на сцену, когда перед тобой две тысячи таких же, как ты, студентов, твоих одногруппников. Ну, как минимум, две двести это точно было, по-моему. Да, соответственно, твоих одноуниверситетников, сверстников, всех вот этих, таких же, как ты. Когда ты поднимаешься на сцену и тебя объявляют лучшим студентом года, ну, в той или иной номинации, либо вообще лучшим студентом года, ты получаешь свой приз. На самом деле, вот эти эмоции, этот момент, это главная награда. Ну, а как я всегда говорю в шутку, в дополнении, все ребята получают еще и ценные призы. Это техника различная, ноутбуки, фотоаппараты, моноблоки. Вот, безусловно, все получают наручные часы от губернатора Самарской области Николая Ивановича. Так, сейчас взгляд такой бросили. Николай Иванович Микушкина. Вот, соответственно, безусловно, все ребята получают ценные призы, и здесь и с этой точки зрения есть за что побороться. Вот, но на самом деле, самое ценное, это, конечно, доказать для себя самого и для окружающих, что ты являешься лучшим студентом. По той простой причине, что конкурс действительно набрал серьезную популярность, серьезный вес, о нем знают в студенческой среде. Конечно, хотят, боятся. И уже тот факт, что ты подаешься на этот конкурс, это уже значит, что ты лучший, потому что, безусловно, и университеты, и профессиональные образовательные организации, они также участвуют в отборе, они направляют своих лучших студентов. И уже здесь происходит определенный отбор на моменте подачи заявки. Поэтому, на самом деле, это очень здорово, это очень значимо. Потому что Самара и Самарская область – это регион студенческий, у нас обучается порядка 150 тысяч студентов. И, на самом деле, на мой взгляд, быть круто. Конечно. Лучшим из равных. Давай, Сергей, вспомним твои студенческие годы, что интересного было, может быть, как-нибудь. Я могу вот про себя сказать, что я сдавала один экзамен летом в свитере и с наушником, но я не буду говорить сейчас, какой это был экзамен, потому что, когда была жара 30 градусов, я зашла в свитере, каких-то вопросов, я бы сказала, что я болею. Ну, вот я сдавала с наушником. Не пригодилась, кстати. Не пригодилась? Просто подстраховалась, да. Попался билет, который знала. Вот единственный. А было столько подготовки. На самом деле, у меня студенческая жизнь была очень насыщенная, очень веселая. Я очень активно влился в общественную работу с самого первого курса. Я участвовал в деятельности правобюро своего факультета. Я закончил юридический факультет госуниверситета. А начиная с своего третьего курса, я уже был заместителем председателя всей профсоюзной организации студентов. Ты деловой такой был уже, да, студент? И мы, еще в будущем, когда я студентом... Списывал? Думали. Говори. Я, как правило, не списывал, нет. Бомбы делал? И бомбы не делал. Да что ж. Но многие преподаватели за мою милую улыбку мне прощали. Так просто ставили? Прощали ряд огрешностей. Нет, просто так не ставил никто, безусловно, потому что в госуниверситете очень серьезный юридический факультет. А числые билеты попадались? Но какие-то... Бонусы были? Какие-то шероховатости мне прощали. Эх, какой... Не вытянешь никакую историю. Девчонки, ну вот по свежим следам, что может быть, я не знаю, какие-то удивительные истории. Ночь перед экзаменом проспала. Или что-нибудь, я не знаю, вывалилось веером, какие-нибудь шпоры. Или где-то что-то там случилось. Есть что вспомнить? Ну, я помню, как на первом курсе я проходила мимо общежития, и там кричали халявы, приди. Все еще жива старая традиция. Лучить надо, как обычно, может быть, кто-нибудь крикнет в соседнее окно. Настя, есть ли ты вспомнить? Я расскажу, как я сдавала один экзамен, какой говорить не буду, но мы играли в кроссворд с преподавателем. Он мне задает вопрос, я помню, что за слово, я называю первую букву и последнюю, а середину я не помню. Мы с ним вот играли вот так в кроссворд. А почему ты так волновалась? Я не знаю, это был первый мой экзамен, такой сложный для меня. И вот мы так вот играли. Или я называла книгу, страницу, строчку и в какой абзаце. Какая ты загадочная. То есть он сначала не верил, думал, я балдын называла. Он принес книжку, я ему открыла, показал все, что я сказала, он поверил. Творческие люди какие они. Ну, вообще с ума сойти. Экзамен сдала хорошо. А у меня было такое замечание. Физкультура, ведь многие ставят самое последнее, да, в зачетке? Считается, что... А я вот ставила самой первой, шла, сдавала вперед. Акробатику, гимнастику, все, что можно было там, сдавали, ставили первой. И я даже другие зачеты не ставила в зачетку, потому что мне нужно было сначала физру поставить. Вот такой у меня был, не знаю, как это назвать, пунктик. Девочки, вам большое спасибо. Сережа, мы не прощаемся. У нас впереди еще замечательная героиня, участница замечательной премии «Студент года 2015». Ну, может быть, как раз вам будет интересно послушать вообще, как люди, наши горожане, о которых мы на улице спрашиваем, интересные вопросы задаем, обходятся без интернета, вообще как они к интернету относятся, не переключайтесь. Да, запросто неделю. Да. Потому что в основном интернет нужен для новостей, я думаю, за неделю многое не изменяется. В интернете только в рабочее время, пользуюсь в основном социальными сетями, ищу какие-то новости, новости города, новости мира, проживу спокойно в нерабочее время. Не знаю, думаю, без интернета можно жить. Раньше как-то жили, там, книги читать, читали, да и сейчас тоже можно читать книги вместо интернета. Ну, а сама каждый день пользуешься глобальной сетью? Вообще, да. Ну, если отключить, то не страшно, теперь живу как-нибудь. Я интернетом пользуюсь только в рабочее время, только специальными какими-то сайтами, которые нужны им непосредственно для работы. А без интернета, да, в принципе, мог прожить беспокойно. В интернете не все самое интересное. Самое интересное вокруг нас в жизни. Социальные сети не затягивают? Совершенно нет. Дома вечером, когда время есть, сижу. Когда нет, нет, не завишу. Лучше чем полезным заняться. Зависел, скажем так, ну, ничего, отвык. А сколько дней сможете без интернета? Да хоть сколько. Я думаю, можно прожить без интернета. Если такая будет необходимость, то без социальных сетей это вполне возможно. А насколько социальная сеть сейчас важна для нас? Ну, прежде всего, важна, чтобы общаться. Только для этого. Не могу я без интернета. Это связь, это информация, постоянные какие-то обновления СМИ, это музыка, это и телевидение, кино. То есть все, без интернета невозможно. Это универсальный формат. С вами Юлия Чернеева. Студент года 2015. Тема нашего сегодняшнего эфира. Ждем ваши байки студенческие. Не стесняйтесь, позвоните, расскажите, как вы сдавали экзамены. Вас-то никто не увидит по ту сторону экрана, поэтому можно и имя назвать, и какого-то преподавателя вспомнить. И замечательного, может быть, какого-то своего студента-сокурсника, как он сдавал, как он, может быть, чем-то удивлял. В общем, не стесняйтесь, звоните. Все мы студенты, и чего уж так серьезными-то сидеть. Надо веселиться и вспоминать все с хорошими эмоциями. У нас по-прежнему с нами здесь исполнительный директор конкурса «Студент года» Сергей Бурцев. И присоединились к нам еще гости. Председатель Самарского союза молодежи, член общественной палаты Самарской области Регины Воробьевы. Здравствуйте. И член жюри в номинации «Гран-при» мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, победительница прошлого года Кристин Попова. Добрый день. Добрый день. Ну, мы послушали уже впечатление Сергея. Кристин, давай с тебя начнем. Ты, юриш, была участницей. Каковы вот такие эмоции и разница какова? Эмоции, они каждый раз захватывают меня. То есть, когда я была самой участницей, в 2013 году это было, когда губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин уручал мне вот эту главную награду студенчества нашей Самарской области. Эмоции были схожи только с теми чувствами, когда я получала золотые медали на всероссийских международных соревнованиях. Конечно же, та победа, наверное, многое мне дала. Учитывая, что студент года это тот конкурс, который собирает самых лучших, который собирает самые сливки нашей молодежи Самарской области. И быть этими сливками приятно? Конечно, это очень достойно и почетно стать лучшей из лучших. И поэтому вот спасибо Сергею, что уже на следующий год пригласил меня в члены жюри. И вот уже три года я являюсь членом жюри. И хочу отметить, что помимо того, что увеличиваются заявки на этот конкурс, увеличивается и перерастается качество этих заявок. То есть действительно каждый участник достоин победы. И действительно он многое делает, как для развития своего вуза, как для развития своего городского поселения и региона в целом. Понятно. А могут ли, кстати, выдвигаться победители прошлых лет еще раз? Да, конечно. У нас нет ограничений. Главное, чтобы ты был студентом, студентом Самарской области. И, безусловно, можно попробовать и в следующем году еще поучаствовать. Кристина, ты была студентка в прошлом году? Я была студентка в прошлом году. Поэтому он тебе поставил в жюри, чтобы ты все призы опять не собрала. Да? Корыстные цели преследовали организаторы конкурса. Ну и каковы вот взгляды члена жюри на всех? Вот ведь их хочется каждому. Это все такие хорошие, такие все молодцы, все трудились. Вот как ваша номинация Гран-при выбирала все-таки? У нас есть очень четкие критерии оценивания. То есть каждый участник должен был проявить себя в различных сферах деятельности. Это и культурная, и общественная, и спортивная, и научная сферы. То есть во всех областях? Во всех. То есть он должен был себя проявить. Универсальный такой студент. Очень универсальный и ценный для Самарской области. Понятно. Ну ладно, хорошо. Регина, ну как вы как бы в этот конкурс попали? Какова ваша вот эта вот функция именно вот на студенте года 2015? Ну я тоже член жюри. Мой первый год. Председатель как раз по номинации Гран-при. Вот. И хотел бы отметить, что в этом году, я вот уже на финале в МТЛ-арене говорила об этом, в этом году мне показалось портфолио, которое кандидаты подавали, они с таким юмором вообще сделали, с таким креативом подошли. Вот такого я не помню никогда. Сейчас тоже не буду называть фамилию, но расскажу. Там некоторые справки о флюорографии предоставляли, хотя это не требует, как бы, да, правильного оформления. Другой, там есть в портфолио характеристика о вас, как о студенте, и как правило берут там, или с студенческого совета, там, с правкома, от преподавств декану можно, как бы, да, приложить такую характеристику, какой ты хороший. Один кандидат приложил характеристику из буфета. То есть директор буфета ему подписал, там, печать, как он стоит в очереди, что он никому не хамит, всех пропускает, если преподавателей пропускает и так далее. Вот это, кстати, говорит о том, что члены жюри читают все портфолио внимательно. А, не то, что читают. Мы, кстати, можем понимать, какая динамика произошла с человеком, если он в прошлом году подавал себе, да, и в этом. Я тоже ребятам говорила, некоторые фотографии прикладывают, смотрят, что кто-то похорошел, кто-то возмужал. То есть мы прекрасно помним, на самом деле, несмотря на то, что заявок много, да, но мы каждую заявку очень хорошо прочитываем, знакомимся. Если вот члены жюри, как бы, есть два формата, ты можешь в электронном виде проверять у себя офисе, но вот для меня это не подходит такой формат. Поддержать, да? Мне нужно приехать в Самарский дом молодежи, к ним в прекрасный конференц-зал и с живыми заявками, с печатными, вот когда я смотрю их, да, могу знакомиться. И вот если, например, приезжают еще мои коллеги туда, тоже члены жюри по этой номинации, мы можем вообще сутками не выходить, потому что мы начинаем говорить, смотри какой, а ты помнишь, начинаем вспоминать этого человека уже как личность, да, может быть, как участник вообще другого проекта. И, безусловно, когда подводим итоги, это самое, наверное, страшное, кого-то действительно выделить лучшим, тем более здесь... Голосуете вы как-то, да, наверное? Мы голосуем, мы считаем баллы, мы принимаем во внимание все, потому что, как вы тоже правильно сказали, гран-при – это универсальный студент такой получается. Ты должен и хорошо учиться, и ты должен себя активно проявить в общественной жизни. Это очень сложно, и вот все наши ребята умнички, потому что спланировать так свое время, чтобы, ну, не щадя себя трудиться, у них на самом деле очень много достижений, и действительно портфолио там, вот, большие. Я представляю, сколько нам даже времени, чтобы собрать это портфолио. Оформить. Оформить, да. Кстати, вот тоже в этом году креативная была заявка у девушки, она оформила в качестве глянцевого журнала про себя. Это тоже очень, ну, как бы, запоминается, да, и очень важно, что студенты практически, вот, ну, не повторяется история. У каждого своя история успеха, которую мы можем внимательно прочитать в портфолио, а потом, когда еще их там в зале видим, это, безусловно, энергетика, да, родные лица, и знакомишься ты с ними, когда читаешь про эссе, например, да, человека, а потом с ним еще в жизни общаешься в различных проектах, это, конечно, очень здорово. Это очень хороший конкурс, который собирает, наверное, ну, я считаю, что это вообще кадровый резерв для города и области. Конечно, надо каждого на галочку, на карандашик, на заметочку брать и так далее. Я, Сергей, сейчас обращусь к нашим зрителям. Друзья, ну, что-то вы прям застеснялись невероятно, наши гости тоже для вас сейчас, может, что-то вспомнят интересное из своей студенческой жизни. Раз нет баек у вас, стесняетесь что-то рассказать, давайте на внимательность поиграем, разыграем сертификат от Quest Time на Quest Igroom, в который раз проходил в этом году замечательный такой конкурс «Студент года 2015». Если слушали, а мы несколько раз это уже озвучили, повторили, и в сюжете, и наши гости рассказали эту цифру, так что, если внимательны, звоните М-202-11-22. Какой раз проходит «Студент года 2015»? Ну, ждем ваших звонков. Байки есть какие-нибудь? Кристин? Ну, на самом деле, моя студенческая жизнь, она не закончена. Хоть я и окончила два высших учебных заведения в этом году, сейчас я уже поступила в магистратуру и являюсь достаточно прилежной ученицей. Вот, соответственно, какая у меня была интересная история, так как я являюсь руководителем фитнесмены «Спортивная молодежь. Здоровая нация», молодежного форума нашей Иволге, любимого. Вот, соответственно, в 2015 году у меня так получилось, что в двух вузах параллельно шла защита диплома. Параллельно вместе с этим важным событием также шел наш форум. Вот, ну и, соответственно, на предзащиту я поехала непосредственно с зарядки, которую мы проводили в форме Иволге. В шортах, в футболке? В шортах, в футболке. Вот, соответственно, встретили меня там очень тепло, очень хорошо. Это было зарядку предзащиты провести, чтобы всех расслабить, как говорится, чтобы все в тонусе были. Ну и как все хорошо прошло? Все успешно прошло, все отлично, и я возвернулась счастливая обратно на поляну. Понятно. Регина, есть что вспомнить? Ну, интересных историй каких-то вот таких ярких я не припомню. Списывали хотя бы? Ну, конечно, списывали. Кристина, ты списывала, Сергей не признается. Я даже не умею, я даже не знаю, что это. Я научу тебя после передачи. Прогоди, спасибо. Я вспоминаю, наверное, не случай, я вспоминаю студента. У нас были на курсе все девочки, и был единственный парень, как мы его называли. Малиня жил сюда. Ему было 75 лет. Да, вот такого студента я не забуду. Это какой вуз? Это Самарский государственный университет тоже. Мы с Сергеем коллеги по вузу. Только факультет у меня психологический был. И человек вот в таком возрасте поступил. Он очень давно мечтал. У него не было высшего образования. И он был даже не из Самарской области. Он был, по-моему, из Оренбургской области. Какая мечта, какой стимул вообще. Да, и представьте, какое трудолюбие тоже. А где он жил? Он жил в общежитии здесь. То есть на бюджет поступил? Да. С ума сойти. И это был потрясающий случай в таком возрасте. У него, во-первых, такой жизненный опыт для психологии. И вот у него всегда были такие, скажем, на молодежном сленге терки с преподавателем. Потому что у него на все было философское свое мнение, которое не прописано ни в одной книге Макаренко и других уважаемых авторов. Поэтому вот такая история у нас была. Я бы хотел еще вернуться к нашему конкурсу и сказать еще очень важный момент. У нас с прошлого года в Министерстве образования и науки Российской Федерации, Российским Союзом Молодежи, учреждена российская национальная премия Студент Года. Кстати говоря, учреждена она в том числе и благодаря нашему конкурсу. И в первую очередь благодаря конкурсу Студент Года, который проходит в Республике Татарстан. В общем-то это два региона, Республика Татарстан и Самарская область, которые первыми начали проводить такой конкурс. Республика Татарстан в 2010 году, мы в 2000, может быть чуть раньше могу ошибаться по Татарстану, ну вот примерно. Мы там спустя несколько лет. И вот в прошлом году было принято решение проводить федеральный конкурс. И безусловно по праву первый федеральный конкурс прошел в Республике Татарстан. Ну и что логично, второй будет проходить у нас на Самарской земле. Осенью Самара принимает всю Россию, все студенчество России. У нас пройдет финал Российской национальной премии Студент Года 2015. И все победители нашего регионального этапа, наш конкурс приобрел право регионального этапа Всероссийской премии. Они будут направлены и, я надеюсь и уверен, они очень достойно представят Самарскую область на федеральном этапе. Ну, к счастью, дома стены помогают. Вот Регина как раз таки, она является региональным руководителем, региональным исполнительным директором этой премии. Вот, соответственно, уже мы совместно приступаем активно к подготовке к всероссийскому мероприятию. Ну, а здесь, конечно, я бы хотел по конкурсу Студент Года поблагодарить губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, потому что именно благодаря нему в 2013 году он лично принял участие, чтобы конкурс вышел на более высокий уровень. И ни разу еще конкурс не пропускал и не обделял своим вниманием. Он с 2013 года, уже третий год подряд, постоянный гость торжественной церемонии на вручение. Я бы хотел поблагодарить администрацию городского округа Самара, который также очень активно участвует в подготовке. Я бы хотел поблагодарить отдельно Совет ректоров вузов Самарской области и Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. Ну и, конечно, Ассоциацию профсоюзных организаций студентов. Это общественная организация, которая в 2012 году была родоначальником данного конкурса. Именно она ее придумала. Ну и отдельно, я пользуюсь случаем все-таки в эфире прекрасного телеканала, я бы хотел поблагодарить свою команду. Я бы хотел поблагодарить ребят из Самарского дома молодежи, которые в течение, ну, можно сказать, полугода, не поднимая голову, этот конкурс делали. В первую очередь это... Поднимали конкурс, не поднимали голову. В первую очередь это Настя Алферова. Я действительно ее очень благодарю. Это и другие ребята, которые очень активно в этом участвовали. Ну все. Друзья, ну вот как-то так душевно мы рассказали. Жалейте о том, как и я, собственно, что не попали на этот конкурс. Дерзайте все те, кто не победил по каким-то причинам. Ну, мало ли, может быть, у вас будет шанс в следующем году. Юбилейный конкурс уже будет. Ну, не дождались мы звонка. Пятый, все верно? Пятый. Ну, быть победителем пятого конкурса вполне почетно, мне кажется. На всю жизнь останутся такие замечательные эмоции, впечатления. Вам спасибо, друзья, что пришли. Вам хорошего дня, хорошего настроения. Ну и учитесь на пятерке. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Мисс Бафос». Город Самара, улица Гагарина, дом 60. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова